Казахстан 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 40-60 студентов мы расспросили стипендиатов программы о том, что полезного в тренингах находят они сами. Сразу же после этого я просто нашла практику, отправила резюме, прошла интервью. Тем временем телеканал «Алматы» рассказал о проекте для молодых людей с особыми потребностями – клубе мобильных студентов, который также поддержал фонд. Общественный фонд «БУТА» действует во всех областях Казахстана. Одна из таких областей – Павлодарская, где реализуются проекты программы поддержки социальных услуг и учатся стипендиаты программы образовательных грантов. Здесь же, в Павлодаре, есть хорошие примеры взаимодействия сразу двух программ фонда. К примеру, тренинги для подростков-бенефициаров проекта ППСУ провел добровольный помощник, студент программы образовательных грантов Дамир Михайлов. Чтобы они нашли себя во внешнем мире и были уверены, уже готовы к серьезным шагам. В мае в Алматы прошел трехдневный тренинг на тему семейно-ориентированных подходов в работе с детьми. Своим опытом с грантополучателями «БУТА» поделилась независимый консультант Международной организации «Save the Children» Катажина Яросевич Варган. Показывает сотрудникам НПО, насколько важно работать с семьей, а не только с ребенком. Фестиваль чествования добровольных помощников программы обусловленных денежных пособий «Волонтерская весна» прошел в этом году. Он сортовал в апреле в Алматинской и Мангистауской областях и завершился в июле. Семь команд провели встречу с двумя тысячами волонтеров, которые способствуют успешной реализации ПОДП в шести областях страны. В этом году прошло три заседания Попечительского совета «БУТА». Председателем совета был избран Манен Амаров. В июне фонд провел в Астане международную конференцию «Инновационные подходы в предоставлении социальных услуг для детей и молодежи» Казахстана. В конференции участвовало более 170 гостей, депутаты парламента, представители министерств, казахстанских и международных некоммерческих организаций. Подводились итоги деятельности трех программ, обсуждались пути решения рабочих проблем. 25 июня программа образовательных грантов чествовала более 120 своих выпускников. Телеканалы «Тана Алматы» рассказали о церемонии в своем эфире. Моя семья не обладала такими финансами, чтобы учиться именно в городе Алматы, в хорошем университете. В июле специализированный экономический суд Западно-Казахстанской области вынес решение в пользу фонда БОТА о взыскании суммы в более чем полтора миллиона тенге с Союза предпринимателей малого бизнеса Косталовского района. Организация присвоила часть средств, выделенных на осуществление проекта. Реализация всех программ фондов Тарази попала в наш объектив в конце лета-начале осени. В области действует партнер ПОДП, Центр социальной адаптации детей-сирот и выпускников детских домов «Миракл». Благодаря работе этой некоммерческой организации в области в программе участвует уже 16 тысяч человек. Пособия с БОТА, которые нам выделяют денежные услуги, мы скапливали и готовили алью в школу. ППСУ провела за год два грантовых конкурса. В результате седьмого и восьмого конкурсов было профинансировано 109 социальных проектов по всему Казахстану. 40 детей из малообеспеченных семей получили дошкольную подготовку в поддержанном БОТА-проекте организации «Жамбыл Жастаре», где помимо привычных предметов, дети обучали еще и английскому языку. И повсюду осенью вычувствуем дыхание, и листопады, и птичьи, и белый лед. Они у меня очень стали активными. Английские вообще, они у меня очень хорошо ловят. В том же Таразе молодежное общество инвалидов при финансировании ППСУ подготовило к обычной школе необычных детей. За два года реализации проект объединил под своей гидой более 40 ребят. В конце лета фонд привлек к работе по изучению возможностей для фандрейзинга специалистов всемирно известной компании Accenture. Все департаменты оказали привывшей команде содействие. Осенью прошли тренинги по фандрейзингу, краудфандингу и краудсорсингу. В сентябре фонд в лице исполнительного директора был номинирован на республиканскую благотворительную награду Алтын-Журек в номинации «За вклад в развитие Казахстана». В результате он вошел в топ-3 финалистов, на попадание в которые претендовало 13 персон и организаций. В октябре программа образовательных грантов чествовала в Алматы своих лучших студентов. На церемонии впервые присутствовали и члены попечительского совета фонда. Стипендиаты, отличники учебы и лучшие волонтеры получили 77 ноутбуков и 14 телефонов. Чуть позже менеджер программы Гульмира Джаманова стала участницей передачи «В фокусе» новостного телеканала 24КЗ. Передача была посвящена образованию и трудоустройству детей и молодых людей с особыми потребностями в Казахстане. Например, в Талдыкургане был случай, когда девочка с инвалидностью пришла поступать в колледж. Мы постарались не взять документы. Около 50 самых ярких историй успеха бенефициаров по ОДП, стипендиатов ПОК и проектов некоммерческих организаций вышли за год в шести выпусках журнала фонда, опубликованные в сборниках лучших историй по ПСУ и по ОДП «Будущее есть». И это был лишь краткий обзор той работы, которая велась под эгидой фонда БОТА в 2013 году.